Хорошо? Просто у нас где-то чуть-чуть упрется, и будет даже забавно по-своему. Ты видишь, фановое пятно голубовато-розоватое. Берешь разбавитель, если что-то там не моешь, только берешь разбавитель для разжижения. Взяла разбавитель, взяла верила, взяла голубенький. Впрочем, нежненько взяла, не борзяся, деликатно, потому что пачкотливость у него высокая. И взяла розовенький. И пока полностью изваялась от белого. Наполнила веществом краски. Можно даже вот так немножко слякотно, добавляя разжижения. Полностью, полностью, полностью. Хорошо? Давай так. Вот когда будет вещество, мастихину будет чем заняться. Будет чем заняться. И ты понаштрихуешь всю эту историю. То есть ткани любят штрих по цилиндрам. А ткань, когда висит в кладке, они цилиндричны. По уголу же. У тебя будет лежачая среда. Ткань, которая будет лежать. Ее уложишь. Но опять же, для этого нужно вещество, чтобы потом, почему же, не нагонять это вещество. Ткань будет висеть внизу. Поскольку мы из квадрата выходим, то у нас будет передний изгиб ткани. Вот этот, который виснет вниз. Покажешь его. Покажешь его. Это лежит, это висит. Эти вот таким образом штрихуем. По цилиндрам и с некоторыми полосами. И у тебя появится мерцание. Складочек. Не вырисованность, а мерцание. Посмотри, какие они симпатичные. Где-то нужно будет темноту вложить. Возьмешь чуть смуглее. Загонишь чуть смуглее. И тоже вот этими штришочками. И вот этими выходами острием. Хорошо? Да. Ну, вещества. Где-то белизны можно. Прямо вот резаниной вот такой воспользоваться. Прямо порезать, если что. Вот эти вот высветления. И так тоже можно поступить. Прикольно? То есть где-то подзбрило. Да? Где-то подстриховало бреющим. Тоже прикольно будет. Где-то подраздавило. И вот такое мерцание. Здесь лежачее и светлое. Светлое и с веществом. С веществом. Передний план требует присутствия краски. То есть как бы, чтобы сама плотность. Если там мерцающее уже, как бы, в пространстве. То есть здесь плотная на переднем плане. Висячку вот этих мест. Свисательность легкую. Свисательность. И вот оно уже как-то организуется, да? Значит, еще погуляешь с этими пятнами. А дальше возьмешь их же, но чуть смуглее. И на старте поищешь рисунок, рисунок этого букета. Этими же сиреневилками, сиреневостями. Синистями и сиренистями. Так, как будто бы и нет у тебя других светиков. Потому что пока ты в этой области, ты не можешь испортить. В любом случае, белило и снова стали пятнами фонового пятна. Повищешь листья. Тоже плоскостно. Плоскостно. Прикольно так? То есть они уже как листья формируются, да? Вот они. Вот они. Цветочки тоже пока только мастихи. Так, что будто и нет у тебя других цветиков. Вот они. Вот они, поищем. Хорошо? То есть навести их. Да, давай так. Возьмем теперь, наверное, цветовые. Возьмем, ну, наверное, зеленый. Голубой и желтый получился зеленый. Плюс коричневый будет сложный зеленый. Чередуя то одно, то другое, то в пользу одного, то в пользу другого, то в пользу третьего, наберешь зеленые проявления. Почему это было важно сделать? Во-первых, это красиво. Когда этот голубой мигает, создается эффект воздуха. Во-вторых, нет опасности, что мы навредим. Потому что если бы мы поправляли вот это, у нас стало бы вот так. Если бы мы поправляли бы вот это, то у нас могло бы стать грязно, пришлось бы вытирать, снабжать краской и началась бы пытка. А так никакой пытки. Горшку не хватает вот этого проявления. Просто не хватает вот этого проявления. Он слишком ровный. Сейчас ты уже наполнишь цветом, тоном. Ты видишь, мастихин и бреет, если надо, и укладывает, если надо. Нашвыряешь зелености. Ну-ка, покажи, как ты будешь листья рисовать. Так, начнем мы с того, что я вижу, какие листья я вижу. Ну, хочешь что-нибудь сделай на холстере? Так, смотри, смотри. Очень важно, хорошо держишь мастихин, все правильно. Очень важно и вот эти использовать вещи. Вот эти, вот эти. Подштриховочки, подштриховочки. Прикольно? Давай так. Теперь у нас цветочки на кону. Ты сначала погребешь красочку. Там, где у нас цветочки. Обозначишь их. Обозначишь. Обозначишь. Причем обозначишь в том числе и вот такими действиями. Чтоб уже на этапе намека на это уже было приятно смотреть. Хорошо? Ага. Вот. Окей. Вот, темнотик. Уже приятно. Уже что-то похоже. Потом берешь, когда ты все их начертишь, обозначишь и начертишь. Мы разгребли от зеленого, да? Потом берешь желтоту, розовизну. В чистом цвете желтый не бери. И у тебя появятся первые признаки готовых цветков. Я беру сначала серединка. По идее, выгоднее сначала окружение, а потом серединкой заслонить созданное. Ну, как бы по ощущениям выгоднее так. Ладно? Давай так. Частично, обобщительно. Вкуснее стало? Чем когда оно было одними шестереночками. Обобщительно, частично. Не-не-не, не-не-не, с густотой красочкой. Некоторые моменты вот такими маканиями, семечными. Вот они, семечки эти. Если надо, дополнила очерченностью. Ты стереть, смешка хулиганистая, да? Неопрятная. Ну, очень шестереночная. И зеленый лезет. Значит, чтобы зеленый не лез, Используем рыжий. Когда зеленый немножко... Он даже становится, смотри, уместнее. Правда? Извини, какие они разные. Какая кляксочность. Не надо шестереночная. Хорошо? Ну, вот я, единственное, как мне его сделать, чтобы он был... Ну, тоже правильный. Ну, этот ананас смотрит. Туда направлен в отсуток. Ну, показала, что он туда направлен. А попочными листиками перекрыла. Перекрыла попочными. Ну, а фоновым петном, если надо, помогла. Мало того, появилась, ты видишь, некая мутность, уместная, как бы, второму плану. Большой листик. Смотри, я и красноту добавил. Ты видел, как я его моделировал? Я его заставлял был стать ромбиком. И с теневой, и со световой чуть-чуть, да? С прозрачностью некоторой. Если надо, вот такие еще возможности появляются. Вот такие, если надо, появляются. Чтобы вырезать так, надо сюда палец, оттуда палец, рабочая часть на нас. И вырезается, если надо. Если надо, подвигается. То есть, морочим как угодно. Логично? Ломанный характер, да? Вот эти вот действия. То есть, когда лепестки движутся от центра, вернее, жилочки движутся от центра, можно кое-где тоже показать. Правда? Если надо, потом чуть-чуть помочь. Вот такими вещами. Где-то, смотри, акцентно. Темно, акцентно. Где-то вяло. Вот где-то вдруг раз, и акцентно. А где-то вяло осталось. Вдруг появился, да? Напряженный кусок. Глубокость где-то взяла и подсунула. А потом на это вышла густым мазком. Ты понимаешь? Да? Глубокость кое-где. Голубовато-коричневую. И еще кое-где. Ладно? Давай так. А, кушаняка. Темно. Темно, глухо. А где-то спроси Дью. А где-то то, на чем это все стоит. А где-то тень отброшенная. Оно? Смотри как. С тенью он сразу приземлился. А то висел. С рефлексом белого. Допустим. Рефлекс белого на глянцевый предмет от белой ткани. Правда? И, наконец, блечоник. глянцевой не находился. Да. Глянцевость предмета выразилась, да? Можно там какие-то рефлексы от зеленого подсунуть. И по окружности. Ты видишь, основной характер мазка по окружности. Сразу цилиндрик произошел. Какая засолка. Приобрел бы нам свой вид. Ну, давай, пробоним. Только коричневый у себя надави. Там же и есть. Смотри. И последний. Синий-коричневый потемненный. По-разнообразию. Прикольно это? А то уж очень он был однороден. То же самое. Чуть-чуть разнообразия. Чуть-чуть вот тех глубинных синевых. Посмотри, как с ними хорошо. Чуть-чуть вот этих седостей, вырезанностей. И не обязательно по центру листа. Не все так по центру, как у тебя же рисуют. и вот с намеком на три четверти и даже на профиль. Так. Вот такие точечки тебе понравилось делать. Но делаются они вот так. Все-таки макательно. Макательно. Чевякательно-макательно. И немножко наглее. всякое вот такое это как дрозофила, которая попалась с ногами в краску и пытается выбраться, вытягивая ноги. Получается вот то, что ты нарисовал. То есть больше все-таки интересного движения. Вот. И, к сожалению, для тебя не стало интересным вот такое проявление рисунка. Когда ты кладешь цельное пятно, а потом его оформляешь вставочками. Прикольно? Цельно? Значит, плохо, что для тебя не появилась идея теней. Помним всегда о том, что от всего всюду падает тень. Прямо обязательно проверять себя на тень. Собственно, все рисование формы это сплошные светки. Поэтому без нее вообще никак. мы обсуждали, что не надо, чтобы они все одинаково посередине были разрублены. Мало того, мы обсуждали, что хоть какие-то в них разнообразия тоновые. Тоновые. Но что же они все такие одинаковые. Одинаково темные, одинаково разрезанные. чуть разнообразнее. Тоже, если что, взяла отрезала пальцем. То есть видите, сколько всяких приемов используется. Привыкаем пользоваться большим количеством приемов. И палец, и мастихин тут же. Где-то щель сделаем, чтобы оно попрозрачнее было. дырку между всеми ими. Где-то дырку сделаем. Стволик обозначим. Да, уже пространственней. Логично? Да. Давай в таком ключе еще пока. Единственное, что много зеленого подмешалось в некоторых местах. вернем рыжеватый желтый, а не зеленоватый желтый. Хорошо? Хорошо. Логично? Разу палец пригодился. О, смотри какой сложный теперь, а то ж просто как ботанический развертыш. Ну вот опять ты в центр загнала, но я ж уже один раз согнал из центра. Он же ж не циферблат этот, смотри, у него эти к нам смотрят, то есть это как бы три четверти цветка, а та часть туда. Ну это не только у тебя проблемы, это все так. Если кругляшок, то ромашка должна смотреть прямо в нос. Нет, смотри, три четверти было, вот так спиной, как ты правильно разведелась. Но обычно рисуют вот так. Немножечко пусть валяются пару листиков. Да, что-то такое. Угу. Угу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова